Девушки отдыхают Касанова. Быстрый, комфортный, твой. 595. Звонок с мобильного бесплатный. Девушки отдыхают Лучшая мода для молодежи. Площадок для занятий спортом в октябре прибавилось, но турник найдется практически в каждом дворе. Уличные виды спорта популярны во многих городах. Это и стритбол, и паркур, и капуэро, и фристайл на велосипедах. Любители экстрима проводят свои фестивали. В нашем городе тоже появляются такие примеры. Урбания – так называется фестиваль молодежных экстремальных видов спорта. Октябрьские спортсмены-любители собрались в Центральном парке и провели дружеские соревнования. События посвятили Международному Олимпийскому дню, который отмечается 23 июня. В этот день более 120 лет назад был создан Международный Олимпийский комитет. Матч по стритболу, выступления велосипедистов, брейк-данс и баскетбол. Зрители с восторгом следили за происходящим. Победители получили дипломы и надежду на то, что этот турнир станет регулярным. Тему продолжим с организатором соревнований. У нас в гостях Алмат Кинжигулов. Алмат, приветствую. Вообще, расскажи, откуда пришла идея и название «Урбания». Идея? Ну, в принципе, такие турниры так и называются. Тоже где это проводится, в разных странах, городах. В плане того, что это экстремальные виды спорта, зарожденные именно на улицах города. И сейчас вот они популярность получили в мире и даже стали официальными видами спорта. Хотя буквально недавно были просто уличными. И теперь такие проводятся турниры. То есть проводятся очень успешно. Вот в октябре проводились соревнования впервые. Насколько мне известно, какие команды принимали участие? Ну, команды виды спорта – стритбол, BMX, это вот как мотокросс на велосипедах, скейтбординг и уличные виды танцев, стритдэнс, брейкданс, хип-хоп. А вот скажи, руководство города, области проявило свой интерес к соревнованиям? Ну да, руководство города, конечно, проявляет по-любому, с ними все это согласовывается, проводится вместе, и помощь со всех сторон, и награждения какие-то, грамоты, это все официально все это с ними делается. Но в любом случае при организации подобных соревнований вы с какими-то же проблемами сталкивались? Проблем очень много, да. Какие это проблемы? Ну, даже проблема в первую очередь со спонсорством, конечно, то есть спонсорство у нас в городе вообще, можно сказать, никакой, о компании, хотя много крупных компаний, много развитых компаний уже, которые для них это в принципе, да, не знаю, там, семочки, да, это для них, но не проявляют внимания, не воспринимают серьезно, хотя это очень важно для нас, для развития спорта, для молодежи, вообще для всего это, да, и для людей, то есть зрелища и такие мероприятия. А вот скажем, у нас в городе есть секции по стритболу, баскетболу, или все-таки это на уровне дворов происходит? Секции, конечно, по баскетболу у нас давно есть секции государственные, Одесса-2, ну, то есть частные бесплатные, бесплатные школы частных нет. И они даже на высоком уровне очень, то есть наши дети, юноши получают призы, призовые места занимают, участвуют на республиканских мероприятиях, выезжают даже куда-то там, приглашают их на какие-то международные турниры. Вот, а многократные девушки у нас и ребята, у нас многократные чемпионы Казахстана, и в дальнейшем вот у нас проблема в том, что нет профессионального клуба, и они все разъезжаются кто куда. То есть в города и страны, и успешно там участвуют. Ну, единственное, что у нас по BMX нету, да, вот по таким видам спорта еще до нас не дошло это, таких нет школ. Но есть уже какие-то специальные места, где они тренируются. По крайней мере, одно вот в парке есть, да, скейт-парк уже, где они тренируются, ребята сами. У них есть уже тоже активные ребята, которые проводят тренировки, которые уже прошли весь путь этот на себе. Вот вы когда планируете следующий турнир провести? Ну, 6 и 7 июля, на день Астаны. Получается, такой уже праздник серьезный очень. И вот с этой урбанией вот мы начали, провели эти турниры, приходил Акимобласть, Акимгород, а города вся делегация была, то есть им понравилось очень. И решили поддержать, и именно сказали, давайте проведем это на день Астаны какой-нибудь уже помасштабнее турнир, и мы поможем, чем нужно. То есть вы только напишите, что мы попросили мобильную установку, баскетбольную, профессиональную, которой у нас тоже никогда не было. Вот для нас это вообще событие. И вот, в принципе, мы ее уже теперь заказали, эта мечта наша сбылась, придет эта установочка, и будем устанавливать уже и проводить эти турниры, мероприятия по стритболу, именно по баскетболу. Непосредственно возле сцены, возле всего празднования, где вся масса народа. И зовем теперь уже, смело зовем города, Россию позовем. И надеемся, что все пройдет удачно, и даже какие-то уже спонсоры потихонечку там подключаются. То есть видит серьезность и массовость. Так что, думаю, все получится. Вот вопрос у меня по тренировкам. Их где проводите? В парке или где бы еще где-то можно проводить? Нужно решать проблему и на уровне самих участников. Кто-то, может, хочет, а кто-то и не знает, и не может прийти. Ну, в плане тренировок. Современные танцы, вот, стрит-дэнс, да, то есть такая же одноименная есть и школа уже знаменитая в городе стрит-дэнс. Сеть студий даже уже, вот, они, то есть давно воспитывают таких танцоров. И тоже уже чемпионов не одних воспитали. Вот, там занимаются ребята. Эти же ученики, они там и выступают, вот, на этой урбании, на таких фестивалях. В плане стритбола именно, вот, кстати, виды спорта тоже буквально недавно стал официальным видом спорта. И за короткое время вошел в этом году в олимпийский состав филоспорта. То есть это уже олимпийский вид спорта, так что, ну, серьезно можно к нему относиться очень даже. Алмат в Казахстане, формат подобных соревнований проводится в разных городах уже не первый раз. Вот скажи, мы сильно отстаем? Ну, мы отстаем, да, очень, по полной, на десятки лет. Вот, от ближайших городов, даже от Октавы, от Атравы мы на 10 лет отстаем, точно. У них лет 10 назад еще это все было. Как вас найти тем, кто желает присоединиться к уличным соревнованиям? Мы выставляем в соцсети, развитые наши соцсети, раскрученные афиши, тоже поддерживают постоянно. И в этих афишах есть номера, вся информация. У нас есть свои соцсети тоже, такие нормально развитые. Адрес можете назвать? В инстаграме стритбаскетбол, нижний пробел стритбол, нижний пробел октябрь. Все очень просто. Ну, будем надеяться, что больше и больше ребят будет вовлекаться в подобные соревнования. Я желаю вам удачи, развития и не падать духом, а только идти вперед. Спорт, как, собственно, и другие полезные занятия, держатся на увлеченности и интересе. Поэтому современные модные фестивали – это тоже форма приобщения молодежи к здоровому образу жизни. Делитесь своими достижениями и добивайтесь успеха. Мы желаем вам здоровья и бодрости на долгие годы. Наш генеральный партнер – банк Касанова. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Выбирайте лучшее – Касанова. До встречи в эфире на Рика ТВ. Безпроцентный период до 50 дней. А главное – удобные процентные ставки. И не забудь доставить карту прямо в руки клиента. Касанова. Быстрый, комфортный, твой. 595. Звонок с мобильного бесплатный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова